книга открытым оком том 2 тема вера вопрос 607 скажите если где в православных догматах вопрос о первородном грехе с какой стати человек обязан на себе нести адама в грех если он грех якобы передается по наследству то он должен был бы передаться и христу считаю что это все придумали люди первородного греха нет эта точка зрения кстати и антоний храповицкого митрополита отвечает игнатий тихонович лапкин православные догматы все основываются на библии а если священное писание их не подтверждает никто не заставит меня их исповедовать если библия для вас не является авторитетом то мои доказательства для вас ничего не дадут вот что дух святой говорит о первородном грехе делаю выписки без единого комментария а вы читаете это не как буковки по бумаге но слушайте ушами и сердцем трубный глаз с неба стряхните с себя чара непокорства и своеволие смиренно склонитесь перед иеговой ибо слово его будет судить и вас судный день человек не верящие библии не просто не верит но он стоя перед богом глядя ему в глаза бросает страшные тяжелые слова прямо в лицо богу кавычки открыты ты врешь это неправда я знаю истину а твои слова лживы кавычки закрыты вот что означает неверие это не просто твое мнение а это твое реальное представление о боге который будто бы подобен дьяволу ибо дьявол есть лжец и отец лжи иоанна 8 44 1 иоанна 5 10 верующий в сына божия имеет свидетельство в себе самом не верующий богу представляет его лживым потому что не верует свидетельство которым бог свидетельствовал о сыне своем но христос есть сущая правда иоанна 14 6 иисус сказал ему я есть путь и истина и жизнь никто не приходит к отцу как только через меня тот в ком дух божий как в пророках он не только сам слушает слова божие но торжественно как глашат и истины призывает к благоговению небо и землю перед словом саваофа исайя 1 2 слушайте небеса и внимая земля потому что господь говорит я воспитал и возвысил сыновей они возмутились против меня итак о первородном грехе бытие 53 адам жил сто тридцать скобках двести тридцать лет и родил сына по подобию своему и по образу своему и нарек ему имя сиф псалом пятьдесят седьмой стих вот я беззаконий зачат и в грехе родила меня мать моя иова 14 4 кто родится чистым от нечистого ни один 1 коринфянам 7 14 ибо неверующий муж освещается женою верующие и жена неверующая освещается можем верующим иначе дети ваши были бы нечисты а теперь святы если эти глаголы божьи вас не убедили значит вы уже приговорены остаться в заблуждении относительно антони храповицкого и его как считают заблуждений судить не берусь а если он подал вам соблазн отрицанием первородного греха то он за это ответит по всей строгости